Уважаемый Владимир Владимирович, я слушал всех, кто выступал, и все выступают за культуру, за сохранение русского языка. Но когда мы в Госдуме вышли с этой инициативой, я лично, все отказали в принятии закона. Вот какова позиция тех, кто в самом святом месте говорит «за», а возвращается в свои офисы и говорит «нет». Не хотите мой закон? Свой создатель. Ну сколько можно об этом говорить? Ведь уже сотни слов чужих совершенно уничтожают русский язык. А дети не понимают. Они думают, что это действительно русский язык, а за границей думают, что у русских нету слов для того, чтобы, так сказать, выразить эти понятия. Мы же унижаем себя. Даже ваша должность, Владимир Владимирович, ну что, во всех языках есть на родном языке слово «президент». У турок там Башкан, где-то там Раис. Только у русских нету слова «правитель России», «верховный правитель», там не знаю, ну другое, «председатель», наконец, в Китае, «председатель республики». Но это чужое слово, мэр Москвы. С какой стати мэр? Когда тысячу лет был градоначальник, начальник города. Поэтому защищать надо язык. Иначе миллиарды людей на земле подумают, что у русских нету вообще ни одного своего термина. Армия, а войска плохо. Русское слово «войска». Войска идут. Нет по-французски. Армия идёт, батальоны и так далее. Про эмиграцию вспомнили здесь. Здесь что можно добавить? Культура информации про эмиграцию. Надо показать, как они там плохо живут. Вот у меня был директор издательства, где я работал, Карцев, физик. Ну покажите, кем он сейчас в Нью-Йорке работает. Здесь руководил крупнейшим издательством Советского Союза. Кто он там на подхвате? Даже на лиц сотрудника не тянет. Надо показать их убогость жизни за границей. Я понимаю, почему они бежали. Потому что боялись, что снова мы закроем страну. Но показать, что 99% несчастные там, как русские офицеры, официанты и таксисты. Это полковники сели за руль возить парижских проституток. Это достижение русского офицера. Это была война. Музей. Музеев много, но есть уникальные. У нас есть музей танков. Попробуйте туда попасть. Весь мир желает посмотреть. Мы собрали танки всей планеты. Так давайте его дадим, чтобы все могли там побывать. То есть музей должен быть уникальный. Краеведческие есть везде. Надо вот такие музеи делать. Театр. У нас есть театр-современник, но нет ни одной современной пьесы. Насколько можно? Или классика, или иностранщина. А вот сегодня, возьмите тот же Гоголь. Мертвые души. У нас еще Чичикова нет сегодня, который скупает не мертвые души крепостных, а скупает акции обанкротившихся предприятий. Их уже нет. Под эти акции получают кредит, а потом покупают валюту и выводят в офшоры. Вот им сюжет. Бесплатно дают. Но что-то ни одного автора нет, чтобы написать современные мертвые души. Ну, или литература. Горе от ума. Давайте осовременим. Там у нас Чацкий. Нет у нас сегодня Чацкого. Есть Софья. И есть Молчалин. Кто такой Молчалин? Чиновник. Почему Софья выбирает между умным Чацким и дураком Молчалина? Потому что у него постоянная зарплата. Он чиновник. Он коррупционер. Покажите это, чтобы было понятно, что и сегодня у нас есть кому-то горе от ума. Или Тургенев Геннадий Андреевич вспомнил. Но трактовка Муму до сих пор устаревшая. Я спрашиваю молодежь, школьников. Говорю, кто главный персонаж Муму Тургенева? Говорит, собачка, щенок, главным героем. С кого брать пример? Или Герасим. Глухонемой дворник. В чем героизм? Барыня главная героиня. О ней писал Тургенев, это его мать. Это ее дом здесь вот на Пречистинке. Он любил свою мать. А миллионы школьников думают, что герой это собачка или этот глухонемой дворник. А современник нужно? Показать эту даму. Кто эта дама мрует? Васильева, которая там по Министерству обороны проходит. А глухой Герасим, какого-то мигранта взять в Средней Азии. Муму найти. И этот современный спектакль вызовет какой-то интерес. Потому что сегодня нету ни одного автора современного. Вот Достоевский почему стал великим писателем? Десять лет каторги. Какой вывод я делаю? Надо сажать. Если будут сидеть 3-4-5 лет, появится Достоевский. Появится, значит, у нас Чайковский. Маяковского требует страна. Ну, у нас Вишневский. Какие-то его шутки, прибаутки, двустишие. Молодежь требует. Где он? Николая Рубцова нет, Есенина нет. Ну, ни одного нет поэта. Поэтому история искусств и культур вырабатывает или тюрьма, или сексуальное меньшинство. Мы и то, и то не используем сегодня. Поэтому нет сегодня ни одного великого деятеля культуры. Натурал, зажравшийся, сидит в Москве в шикарной квартире, творить не будет. Для творчества нужен толчок. Урод будет творить. Вот урод будет творить. Или в тюрьме стал уродом, или по своим каким-то психологическим моментам. А народ требует, чтобы это звучало имя. Чтобы это слово жгло. Какое слово сегодня жжет, так сказать? Все это у нас похоронные дела. Все это мертвые писатели, композиторы, поэты. А нужны современные. Еще открывать будем памятники, памятники. Вся слона, вся страна кладбища. А для населения, для вдохновления, молодежь хочет живых, новых, с кого брать пример. Поэтому тяжело изучать литературу, 19-й век, 18-й. Нужны современные спектакли. Поэтому я, мой укор в адрес наших гуманитарных министерств. Хорошо работают Мединский, Ливанов, но им не хватает этого вот такого подхода, чтобы хотелось взять учебник русской литературы. Последний пример приведу, когда перегибы. Сейчас русский язык понизили планку, хотели 36 пунктов, уже 24, скоро вообще будет достаточно 3 пункта. Это значит двойка при советской власти. С двойкой по русскому языку мы им даем право дальше учиться. И я 50 лет не могу забыть, как преподаватель МГУ, чтобы меня завалить, экзамен по русскому языку я ответил, частицы в русском языке, которые пишутся с черточкой. Кое-то, либо-нибудь таки. Чтобы меня завалить, спрашивают, какая из них может употребляться самостоятельно. Вот здесь все сидите, обреченные властью, и не знаете этого. А почему я 18 лет должен знать? То есть перекос. Зажать так молодежь. Так, кое в одном месте у Пушкина есть, кое вышел из лесу. Почему 18 лет юноша из провинции должен это знать? Потому что при советской власти перекос, слишком много вопросов. Сейчас никаких вопросов. Двоечник тебе дает сертификат и пошел дальше. Поэтому проблемы есть. У нас культура самая великая, самая замечательная. Но не надо мешать депутатам принимать законы, которые бы защищали литературу и язык. Я закончил. Как всегда ярко выступил и Владимир Жириновский. Я почитал ваше. Спасибо вам большое. Вы передали такую брошюрку по поводу того, как нужно говорить по-русски. И я поддерживаю то, что вы сказали. Нужно, конечно, избегать излишней латинизации нашего языка. Особенно вот сейчас обращаюсь к руководителям регионов. Знаете, когда приезжаешь в какой-то город, сразу виден уровень, так сказать, культуры местного чиновничества. Если на каждом углу у нас все названия различных учреждений, рекламы исключительно на латинскими буквами изображены. Ну, мы где, в какой стране живем-то. Все хорошо в меру. Ну, так же, как, собственно говоря, и в использовании различных терминов, слов и так далее. Ну, талант. Вы предлагаете слово «гений» заменить на слово «талант». Мне кажется, это не одно и то же. Хотя вот у деятелей культуры надо спросить знатоков русского языка. Первое. Второе. Талант – это из Нового Завета, по-моему, и слово. И, скорее всего, имеет происхождение языка одного из семитских племен. Потому что талант – это и монета, и меры веса. Но, поскольку из Нового Завета, видимо, вот оттуда из семитских племен досталось. Поэтому тоже не совсем как бы наше слово. Но потом метро, ну, можно поменять, конечно, на подземку. Но французы же не меняют бестро на кафе просто. Ну, есть какие-то вещи устоявшиеся. Хотя в целом я считаю, что Владимир Вольфович прав. И нам нужно к этому посерьезнее относиться и повнимательнее. Так же, как нужно повнимательнее относиться и всем деятелям культуры к тому, чтобы именно Владимир Вольфович тоже об этом вспомнил. Глаголом «жечь сердца людей» не просто денежки зарабатывать, а именно обращаться к сердцу человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова